Пропавших в Эстонии 14-летнюю женсаю Абулхаир и ее младшего брата нашли на автовокзале в Алматы. Больше суток вся страна искала детей, которые ушли из дома в день столицы, оставив родителям записку с просьбой их не искать. Почему они решили покинуть родной дом и как несовершеннолетние добрались до Алматы, сейчас выясняют полицейские. Детали дела – тайна следствия, но нашим корреспондентам удалось найти свидетеля, благодаря которому эта история обрела счастливый конец. Эксклюзивные подробности у Жанны Рахимжановой. Через этот вокзал ежедневно проходят транзитом десятки тысяч людей и автомобилей со всех регионов страны. Именно здесь накануне вечерами нашли пропавших в Астане детей. 14-летняя женсая и ее двухгодовалый брат Нурали шли одни с тремя тяжелыми сумками. Увидев это, Куаныш предложил свою помощь. Девочка сначала отказалась, но позже обратилась с просьбой позвонить с его телефона. Она оставила сумки и пошла набирать телефоны. Она как-то не дозвонилась, я где-то полчаса стоял рядом, чтобы она как-то дозвонилась до кого-то. И по ходу этого времени я поспрашивал, что да и как, откуда едет, куда едет, с кема, кому пришла. Это как бы ребенок и рядом еще мельче ребенок. Тогда Куаныш и не подозревал, что дети находятся в розыске. Девочка рассказала свою историю и молодой человек решил во что бы то ни стало помочь ей связаться с родными. Дозвониться до них удалось, лишь подзарядив телефон женсайи. Сделав снимок своего местонахождения, 14-летняя женсая отправила его родителям. По кадру следователи и определили район автовокзала Сайран. Не самый безопасный вечернее время не только для детей, но и для взрослых. Оставлять детей Куаныш не стал и даже после приезда патрульных отправился с ними в ближайшее отделение полиции. Спустя пять часов туда приехал и отец семейства. Что побудило подростка вместе с маленьким братом покинуть родительский дом все еще неизвестно. Семья благополучная, многодетная семья. Девочка оставила записку, якобы я уехала далеко. Вот не ищите меня. И взяв 40 тысяч деньги, вышла из дома в 10 часов от родственников. А родители обратились с заявлением с 7 числа в 3 часа ночи. В присутствии специалистов, психологов, дети будут опрошены. Понесут ли ответственность за случившиеся родители, покажет следствие. Полицейские сейчас ищут и водителя автобуса, который без документов и сопровождения взрослых перевез детей в совершенно другой город. Жан Сая и Нурали пока находятся в Алматы, рядом с отцом. Попытки связаться с ними не увенчались успехом. В Казахстане в последнее время участились случаи пропажи детей. Полицейские просят прохожих быть бдительнее. Если в темное время суток дети гуляют без надзора взрослых в непредназначенных для этого местах, стражи порядка просят безотлагательно сообщать о подобных фактах в полицию. Продолжение следует...